Здравствуйте! В эфире телеканал Айтон ТВ, программа «Тема дня». Веду ее сегодня я, Александр Гурарье. Со мной на связи из Германии журналист Евгений Кудрец. Здравствуйте, Евгений! Здравствуйте, Александр! Евгений, мы неоднократно с вами поднимали вопрос о проблемах беженцев в Германии. Они, собственно, это не совсем беженцы, мы с вами это отмечали, что это скорее зачастую трудовые мигранты, но тем не менее. И меня все время удивляло, я вас этим вопросом мучил неоднократно в наших передачах, как относится немецкое общество, почему оно, ну скажем так, молча проглатывает вот эти пилюли, которыми им скармливает правительство. И вот сейчас мы выяснили, что исследования, проведенные в Германии, говорят о том, что официальные средства массовой информации вовсю подыгрывали правительству. Как это может быть в свободном мире, в мире, где пресса абсолютно независима? Ну я хочу вас разочаровать по поводу прессы в свободном мире. Мне тоже казалось, что на Западе есть альтернативная какая-то точка зрения, есть плюрализм. Но, как мы видим, вот в данной ситуации с беженцами превалировала только официальная точка зрения правительства Ангела Меркель, которая объявила политику открытых дверей. И вот редакторы выступали в роли просветителей, и вот авторы вот этого почти двухсотстраничного доклада пришли к выводу, что редакторы взяли на себя роль народных просветителей, вместо того, чтобы рассматривать ситуацию критически. То есть были, конечно, какие-то публикации, но они были единичные, связанные с какими-то негативными моментами. Но основная масса материалов была очень позитивна, такие ура-патриотические, очень толерантные, вы знаете это слово, очень модно, в западных кругах. И вот чтобы, как говорилось, как бы чего не вышло, даже если какие-то есть небольшие проблемы, никто на них не обращал внимания. Еще вот проанализировали 35 тысяч материалов, и только в 6% случаев речь шла о достоверной и взвешенной информации, а каждый пятый текст содержал необычную высокую долю собственных суждений авторов. То есть авторы позволяли себе... Нет, я не говорю, что не должно быть какой-то авторской позиции, какого-то мнения, но если это составляет большинство в материале, и они не опираются на какие-то факты, а просто занимаются какими-то домыслами, то это очень далеко от журналистики, на мой взгляд. То есть журналисты взяли на себя труд, а точнее присвоили себе право воспитывать население, то есть объяснять населению, что вот это вот нашествие черной массы, не черной, ну черной я говорю условно, боже, сохрани тут расизм ни при чем, темной, скажем так, массы с Африки, с Ближнего Востока, это большое счастье для немецкого народа, и Германия должна радостно это принимать и благословлять своего канцлера, госпожу Анджелу Меркель, за то, что она позволила им принимать у себя вот этих вот мигрантов. Да, и вот кроме того, в статьях было очень много морализаторства, а также тема беженцев иногда освещалась со слишком сентиментальностью и слишком малой долей компетентной критики. То есть вот то, что вы только что сказали, то есть это выставлялось как некое благо, и что люди должны это воспринимать не только как норму, но и как какое-то вот такое вот счастье. То есть им выпала такая радость проявить благодушие, какое-то такое терпимость. И если есть какие-то небольшие недостатки, на это можно смотреть как-то, ну не то, что закрыв глаза, но с пониманием, потому что люди все-таки другой культуры, другого менталитета, и нужно как-то снисходительно к этому относиться. Но вот самый главный вопрос, который никогда не поднимался и до сих пор не поднимается, как так получилось, что одновременно и демомедно большое количество людей одновременно, как я только что сказал, сорвалось со своих мест. И вот вы помните, это действительно нашествие, это продолжалось несколько месяцев, просто масса людей. И вот это почему-то не интересует немецких журналистов, хотя это была бы очень интересная тема, вот здесь покопаться и узнать, собственно, причины, почему именно в то время, в том месте образовалась такая толпа людей, и почему они все рванули на Запад, именно в Германию. Мне кажется, это очень интересная тема. Евгений, я прошу прощения, я вас перебиваю, а для этого, что нужно какое-то глубокое исследование, разве не лежало на поверхности то, что, ну по крайней мере, вторая волна вот этой эмиграции, вот этих вот, так сказать, беженцев-переселенцев хлынула в ответ на громогласный призыв Ангела Меркель о том, что, которая говорит, что мы вам рады, приходите, мы всех устроим, мы обязаны всех устроить, благодаря тем вот высочайшим выплатам, которые платятся и продолжают выплачивать до сих пор в Германии вот этим переселенцам. Они стремились в Германию не только непосредственно из точек, откуда они пришли, но и, значит, попытки остановить их и расселить там в тех же самых восточноевропейских странах были просто потерпели неудачу по одной простой причине. Они все хотели в Германию и говорили на границе, что нас госпожа канцлер пригласила. Об этом не вспоминают? Ну сейчас как-то об этом уже и не принято вспоминать, но вы абсолютно правильно заметили, что был такой месседж, был такой призыв с позиции, так сказать, правительственных кругов, именно Ангела Меркель, что мы всем рады, но здесь нужно было, по-моему, сразу же на берегу сказать, что мы рады только тем, кто имеет на это право. Я вот хотел вам привести цифры ужасающие, что в этом году, в 2017, 250 тысяч мигрантов подали иски о том, что они протестуют против принятия решения. Были приняты, естественно, отрицательные по их случаям решения, что у них нет права оставаться в Германии, но так как немецкое законодательство позволяет им, причем я хочу отметить, это, естественно, за государственный счет, то есть это за счет налогоплательщиков, потому что у беженцев нет возможности оплачивать адвокатов и прочие юридические услуги, консультации и так далее. То есть это все временем ложится на немецких людей, любецких граждан. И я хочу сказать, что перспектива, я вижу, очень минимальная, потому что если принято решение, так оно принято на основании закона, не просто так кому-то захотелось. И это просто, мне кажется, вот эти мигранты используют момент, чтобы потянуть немножко время, и на время вот этого процесса немножко еще задержаться в Германии. И вот эта цифра, что я назвал только что, 250 тысяч, она в два раза выше, чем было в прошлом году. Так что эти мигранты знают права свои, что они, оказывается, имеют право подавать иски, жаловаться на приговор, который их не устраивает. Но мне кажется, что перспектив здесь никаких нет, потому что если они прибыли из других регионов, в частности из Африки, и там, где нет никаких боевых действий, то у них просто нет никаких оснований претеновать на политическое убежище. Евгений, я позволю себе заметить, обратить внимание на мой взгляд, на небольшую неточность в вашем рассказе, вот то, что вы сейчас привели, 250 тысяч беженцев обратились... Тысяч? Тысяч? А? 250 тысяч? Да-да-да, 250 тысяч обратились в суд, и вы сказали, вот видите, они стараются, вы все время употребляли слово, они беженцы, они стараются, они хотят продлить, они хотят, значит, потянуть время и так далее. Мне кажется, ошибка здесь системная. Это не они хотят. Это хотят те, кто ими занимается. Это хотят те, кто подает эти иски, кто получает деньги за эти иски, кто наживается на распиле бюджета, который выделяется на беженцев. Вот эти все правозащитные организации, к сожалению, мы в Израиле тоже с ними сталкиваемся. У нас же тоже огромный был поток беженцев из Африки, и они просто душили правительство, они получали гранты из разных стран, в том числе от Евросоюза, кстати, очень большие гранты. И на эти гранты они подавали иски, они организовывали демонстрации. Это все организовано. Сами беженцы ни до чего бы не додумались, они бы в жизни не додумались до того, что нужно подавать иски. Им это объяснили, за них это сделали, значит, кому-то это выгодно. Кому? Ну, вот мы опять приходим к первому вопросу. Мне кажется, что это выгодно прежде тем, кто, собственно, их и направил в Германию. И мы знаем, что здесь крутились огромные деньги, и вы знаете, что каждая семья платила несколько тысяч, я не знаю, долларов или евро за доставку, так сказать, по морю или пешим ходом. И вот это тоже очень такая большая проблема, это нелегальная, так скажем, доставка людей. Вот. И мне кажется, вот эти кураторы, которые их сюда направляли, им объяснили, что если вдруг что-то не получится, то вы, собственно, там не теряйтесь. И тоже им объяснили, что у них есть какие-то права подавать заявление. Но, с другой стороны, вот вы правы, что есть в Германии правозащитные организации, да, и самим адвокатам это тоже выгодно, потому что они получают деньги, какая разница им получать от клиентов или от государства, в данном случае все равно. Но мне кажется, что эти процессы превращаются в какой-то фарс, потому что я уже сказал, что никаких правовых оснований нет для того, чтобы пересматривать решения, потому что здесь просто это какая-то казуистика. Мы понимаем, что бывают судебные какие-то ошибки, но в данном случае процент, может быть, там, не знаю, 5 или 6 процентов может быть ошибочных, но в основном это правильно. И я уже говорил вам или вашим коллегам, что были приняты ошибочные решения в другую пользу, то есть дали ошибочно право им оставаться, а потом оказалось, что 10-15 процентов этих решений были неправомерны и ошибочны, их нужно было отменять, так что бывают случаи совершенно противоположные. Но 250 тысяч исков, это же то, что называется закупорит, если можно так выразиться, всю судебную систему Германии, рассмотреть 250 тысяч исков, судебных исков, составленных адвокатами, уважаемыми адвокатами, да, это вопрос нескольких лет. Ну, мне не кажется, что это зависит от того, насколько будут загружены суды, но мне кажется, что вот если рассматривать каждый процесс, то мне кажется, что это будет очень быстро проходить, потому что опытному суде, юристу совершенно понятно, что если он посмотрит документы, он поймет, что предыдущее решение было правильно принято, и поэтому эти процессы не будут тянуться годами. Мне кажется, что это достаточно одного-двух заседаний, чтобы решить, и как орешки пощелкать эти дела. Но дело в том, что действительно 250 тысяч, но это по всей стране, нагрузка эта очень большая на суды, и это может затянуться именно потому, что будет какая-то очередь на эти процессы, о которых мы сейчас говорим. Конечно, конечно. Евгений, скажите, пожалуйста, а есть ли какая-то официальная реакция правительства, правящей партии вот на это вот исследование? Ну, вы знаете, там как раз вот по поводу партии я вот хочу как раз сказать несколько слов, что вот 43% выборных героев газет на потеряло были представлены правительством и партии. И, например, зеленым давали высказываться на тему беженцев в два раза чаще, чем представители левой партии. То есть, вы видите, здесь тоже использовался какой-то такой непонятный принцип. А вот, например, партия «Альтернатива для Германии», которая, собственно, на этом построила всю свою политику, им очень мало давали возможности выступать в прессе, они почти не получали доступ, вот отмечается в этом докладе. И мне кажется, что вот партии как раз должны проанализировать очень серьезно результат этого доклада. Это, кстати, он проводился фондом имени Отто Бреннера, это близкий к профсоюзам, близкий к профсоюзам, организация, и сделать выводы, тем более, что, как вы знаете, грядут выборы, и эта тема беженцев все равно в той или иной степени будет подниматься, и особенно вот альтернатива для Германии, которая говорила, это для них тема номер один. И, конечно, надо делать выводы, но дело в том, что этот доклад касался только печатных и СМИ, ну и интернета, потому что у каждой газеты, собственно, есть сайт, и телевизионные репортажи, к сожалению, не были проанализированы, но я вам скажу, что вы понимаете, что телевидение ничем не отличалось от печатных СМИ, и в таком же радостном, бодром стиле это все освещалось, критики почти не было, и вот вы помните эту нашумевшую историю в Кельне, так называемую «Ночь длинных рук» в 2001 января 2016 года, и вы помните, что пресса просто заняла какую-то странную позицию, первые несколько дней пресса вообще молчала. Да, то есть первыми начали говорить об этом зарубежная пресса подняла этот вопрос. Да, да, и только после того, как в интернете уже это набрало критическую массу, немецкие СМИ проснули, сначала региональные, потом уже и общегерманские федеральные СМИ начали об этом говорить, но это тоже очень характерно, что хотели вообще эту тему как-то замять, но не получилось, потому что, ну, вы понимаете, в век интернета это невозможно, но это очень такой характерный и тревожный септом, что не хотели вообще говорить о том, что в среде, о чем мы с вами часто говорим, что в среде беженцев, иммигрантов все-таки есть криминальные структуры, и вот несколько терактов все-таки было тем или иным образом связано с беженцами, то есть это проблема номер один и мне очень странно, что, вот возвращаясь к вашему пассажу о свободной пречи, что все-таки не было представлено какой-то альтернативной точки зрения и вообще журналистика в этом плане конечно хромает, потому что можно было сделать репортажи из какого-нибудь общежития и пообщаться с теми же непосредственно с мигрантами, чтобы иметь информацию из первых рук. или пообщаться с их соседями, которые живут на этой же улице, в соседних домах, я думаю, они бы много интересного рассказали. Да, или о тех, кто работает с мигрантами, социальными... Да, уже несколько случаев убийств, медсестер, психологов, которые работали с ними. Да, 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 совершенно верно, мы обсуждали с вами это. То есть тема целена, неисчерпаемая, но СМИ пошли по пути намешать сопротивление просто освещать официальную точку зрения и вот какие-то мелкие такие вот факты, не хотя вот так через не хочу сказать, ну да, наряду с такой вот позитивной динамикой есть, конечно, какие-то мелкие... Отдельные недостатки, да? Вот, как у нас говорили... У нас, у нас, помните, была замечательная замечательная песня к фильму «Следствие ведут знатоки» «Если кто-то где-то там у нас порой честно жить не хочет», да? То есть это вот пример перестраховки. Да, а вот если вот вы привели пример из песни, а я хотел привести пример из фильма, культового фильма «Джетельмен удачи», помните, там такая была фраза очень хорошая «Все побежали, и я побежал». И это вот прямо можно эпиграфом к нашей теме сегодня сказать, потому что многие, вот мы об этом много раз говорили, побежали не потому, что нужно было, а потому что им сказали, что бегите и вам помогут. И вот еще раз возвращаясь к беженцам, которые не совсем беженцы, потому что мы уже с вами тоже много раз говорили о том, что если у человека даже не один смартфон, а два смартфона, то он не такой, он уже и бедный. И я вспоминаю вот этот старый тоже такой анекдот, когда говорили, что все бедные была бедная барыня, и у нее все были бедные, и горничная бедная, и садовник бедный, и кукарка бедная, все были бедные. Так что вот эти беженцы все-таки вот из этой категории, когда не совсем они беженцы, то есть странно они очень выглядят в контексте. Мне кажется, им нужно было придумать какое-то новое определение, не беженцы, а какие-то, я не знаю, переселенцы или соискатели какого-то убежища, но вот беженцы вот в нашем классическом понимании, когда люди бегут в том, чем стояли, это, конечно, к ним не подходит, но с другой стороны нас, еврейских иммигрантов, мы тоже шли под этим знаком беженцев, нас называли беженцами, и нам это тоже было очень страшно, не страшно, страшно смешно было, потому что мы понимали, что это просто условие игры, что это какой-то просто казуистика, потому что, ну какие мы беженцы, если мы официально выехали, нас никто не преследовал, нас никто там, не знаю, не забрасывал камнями, хотя нам нужно было писать о причинах, почему мы уезжаем, и мы там, естественно, писали о каких-то проявлениях антисемитизма, но это все понимали условия игры, что нужно было писать что-то, но на самом деле назвать нас беженцами так же смешно, как назвать беженцами вот этих представителей из восточных регионов. Спасибо, дорогие друзья, я напоминаю, что мы беседовали с журналистом из Германии, Евгений Кудрец, спасибо вам большое, ну а я в заключении хочу привести известную цитату, известные слова дедушки Ленина из статьи партийной организации партийной литературы, свободны ли вы от своего буржуазного издателя господин писатель, как выясняется, и в 21 веке в странах свободной демократии не свободны. Программа тема дня, всего доброго, до свидания, будьте здоровы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова